Партийные системы, реальные многопартийные системы, с тем, чтобы партии федерального значения имели реальное влияние в регионах, и чтобы регионы через эти партии могли бы влиять на высшие органы власти и управления в России в целом. Вот это основная цель. Я думаю, что если мы решим эту задачу, то политическая система в России будет достаточно сбалансирована. Мы должны создать условия для того, чтобы развивались партии всех направлений, чтобы на политической сцене страны был слышен голос всех – и малых, и больших партий. И я уже говорил об этом, мы должны гораздо больше предпринять усилий для того, чтобы укрепить институты гражданского общества. Вот если всё это нам удастся сделать, то это будет хорошей базой для строительства современной экономики. Аргументы и факты Виталий Цыпляев. Как известно, подготовка к очередным выборам начинается сразу после завершения предыдущих. Уже есть у вас какое-то представление, кого бы вы хотели видеть своим преемником, и когда может начаться подбор кандидата на это? Подбор кандидата уже начат давно, 4 года назад. Представление о том, каким должен быть этот человек, у меня есть. Это должен быть порядочный человек, честный, который хочет и может служить своему народу и в состоянии это делать по своим деловым и личным качествам. Таких людей в стране достаточно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а как вы сами можете всё-таки объяснить существенный прирост голосов в вашу пользу по сравнению с предыдущими выборами? Вы знаете, я считаю, что я напряжённо работал все эти годы, по-честному. Вот когда я приносил клятву 4 года назад, там были такие слова – буду работать честно. И могу вас заверить, что, во всяком случае, в этой части я полностью выполнил своё обещание. И я думаю, что люди не могли это не почувствовать. И я очень благодарен тем, кто заметил это и вот сегодняшним голосованием поддержал меня сегодня. Пожалуйста. В конце стола, пожалуйста. Следующая газета. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, где-то час назад руководитель вашего предвыборного штаба Дмитрий Николаевич Козак говорил нам, что в первый президентский срок, по его мнению, президент не может позволить себе сделать всего, что хочет, потому что вынужден думать уже о следующей предвыборной кампании. И только во время второго срока идёт уже работа на историю. Вот согласны ли вы с этим мнением, готовы ли, чувствуете ли вы в себе готовность поработать на историю? И второй вопрос. Не скучно ли вам было в эту кампанию? Спасибо. Мне не было скучно в эту кампанию, потому что я напряжённо работал. А когда человек занят конкретным делом, ему никогда не скучно. Первое. Второе. Для меня всё-таки важен был результат. Это не пустой звук, не просто… Если бы вы обратили внимание, я ведь действительно не проводил никакой специальной предвыборной кампании. Если бы она проводилась, результат, может быть, был бы и другим, ещё более высоким. Но я сознательно этого не делал, потому что для меня было важно посмотреть, как люди реагируют не на предвыборные трюки, а на работу. Поэтому я практически не менял стиль своей работы, который сложился за предыдущие четыре года, и в ходе этой избирательной кампании. И результат был для меня важен. И я им, конечно, удовлетворён. Теперь, что касается того, готов ли я поработать на историю. Нет, не готов. Я считаю, что не нужно и нельзя руководствоваться какими-то завиральными идеями, непонятными ни для кого. Работать нужно для конкретных людей, которые живут сегодня, и которые на наших детей и внуков, которые будут жить завтра и послезавтра. Надо всегда оставаться на почве реальности. Я, отвечая на вопрос одного из ваших коллег, недавно сказал, я эту формулу сам придумал, может быть, её ещё кто-то когда-нибудь излагал, но мне кажется, что я придумал её сам. Искусство политики заключается в том, чтобы найти золотую середину между необходимым и возможным. Стабильность, об этом тоже упоминалось только что, стабильность, которой мы так сегодня дорожим, она, разумеется, только необходимые условия для развития. А целью развития является благосостояние наших граждан. Для того, чтобы его добиться, нужно, безусловно, сделать ответственные шаги о модернизации нашей экономики и социальной сферы. Но делать нужно это аккуратно, чтобы не навредить, чтобы не подорвать доверие людей к тому, что мы делаем. Потому что, если произойдёт это, то вообще ничего невозможность будет сделать в будущем. Поэтому мы будем модернизировать страну, мы будем действовать решительно, но постараемся каждый наш шаг объяснять с тем, чтобы люди понимали, что делается и почему, и какие цели мы ставим перед собой, проводя те или иные преобразования в экономике, либо в социальной сфере. Думаю, что будут те, кто не согласен, будут те, кто будут выступать против. Но, во всяком случае, правительство буду нацеливать на то, чтобы не было тех, кто не понимает, что происходит. И если мы добьёмся вот такого режима взаимодействия с обществом, мне кажется, что мы сможем действительно многое сделать, опираясь на понимание и поддержку народа, населения. Но действовать просто, руководствуясь, повторяю, теоретическими представлениями о своей роли в истории, считаю ошибочным. У вас третий вопрос, пожалуйста. Газета Труд. Пожалуйста, уточните. Насколько я понимаю, когда я решила о работе на истории, имелись в виду какие-то непопулярные решения, которые может себе позволить президент. А я только ещё сказал, что если и мы будем планировать те решения, которые... Продолжение следует...